Христос воскресе! Дорогие братья и сестры, в этот пасхальный день я рад приветствовать вас этим торжественным приветствием. Для нас вновь открывается надежда на жизнь вечную, вновь в наших православных храмах звучат жизнеутверждающие слова, дающие нам силы для несения нашего жизненного креста, для наследия Царства Небесного. На протяжении Великого Поста мы шаг за шагом приближались к тайне воскресения Христова, мы сопутствовали страданиям нашего Господа, мы вместе с апостолами или убегали от Господа, или приближались к Нему, и в день воскресения Христова мы вновь с мироносицами встретили Его, который приветствовал каждого апостола и каждого верующего человека. Радуйтесь! И преподобный Серафим, напоминая нам об этой великой радости, нас называет радостью. Радость моя! Христос воскресе! Господь воскрес для того, чтобы дать нам жизнь вечную, для того, чтобы вдохновлять нас на нашем жизненном пути и даровать нам цель нашего земного бытия. Это созидание здесь, на земле Царства Небесного. Здесь человек устраивает свою внутреннюю жизнь. Я хотел бы пожелать всем нам, чтобы мы с вами жили по тем заповедям любви, которые принес на землю Господь и Спаситель наш. Вы любите Бога, любите ближнего своего. Это, можно сказать, легко. Заповеди Божии легки, но как исполнить их? Для этого требуется труд, труд всей нашей жизни. Служение Господу, служению нашим ближним. Любовь к этому миру Божьему, в котором мы с вами живем. Помните всегда, что Бог присутствует всегда в нашей жизни. Даже тогда, когда мы, кажется, изгоняем Его из нашей жизни, когда мы чувствуем, что как бы Бог удаляется от нас. Это мы от Него удаляемся. И пусть воскресший Господь как можно чаще стучит в наши сердца, стучит в наши сердца и напоминает нам о том, что мы Его дети, что мы должны делать все для того, чтобы стать достойными того дара, который дает нам Господь через свое воскресение, наследование жизни вечной. Всех вас с праздником Христового воскресения. И пусть воскресший Господь присутствует во всей нашей жизни. Христос воскресе! Воистину воскресе!